Раньше эта улица и сам район входил в пригород Вены, то есть он не был городом. Здравствуйте! Сейчас я приехал в 12-й район города Вены, который называется Майдлин. Первое упоминание этого района еще известно с 1104 года под названием Мурлинген. Это местечко, где долгое время возделался виноград, принадлежал монахам из Клостон-Нойбурга. Сейчас в этом районе можно очень часто встретить в разных местах района вот такие вот небольшие клумбы. Такие клумбы в районе называют Бинен-Танкштели, что означает заправка для пчел. Ну а для тех, кто присоединился впервые к просмотру моих видео, мое имя Евгений и я автор видеоблога «Путешествия по Венским районам». Поехали! Майдлинг Майдлинг – это 12-й район Вены. В средние века в Майдлинге в основном обрабатывали поля и практиковалось виноградарство. Район сформирован чуть более 125 лет тому назад, в 1892 году. Район расположен на юго-западе Вены, южнее речки Вена, западнее Гюртеля и рядом со дворцом Шонбрун, впрочем, с которым этот район и граничит до сих пор. Район был сформирован из небольших поселков и деревушек, что по большей части по-прежнему имеет достаточно сельский вид. В этом районе родился канцлер Австрии Себастьян Курц, а также находится известная в Вене дискотека У4. В 1755 году на этом месте был обнаружен серосодержащий источник. С тех пор это место называется Трезиен Бат и стало любимым местом для посещения венцев. Здесь сейчас до сих пор находится бассейн, который можно с удовольствием посетить. Сейчас мы попробуем заглянуть туда на секундочку и посмотреть, чем он интересен. Почти каждый венский район имеет свой бассейн. Трезиен Бат – это комплекс крытых и открытых плавательных бассейнов в районе Майдлин. К услугам посетителей – крытый бассейн с сауной, турецкая баня и даже есть платформа для дайвинга. Ну и, соответственно, летний бассейн под открытым небом. Для детей также есть и детский бассейн с подогревом. На территории венского района находятся муниципальные дома и большие жилые комплексы, а также деревенские поселения. Но все равно район считается достаточно перспективным, поскольку обладает многими факторами инвестиционной привлекательности. Жилой комплекс «Шопверк» в 12-м районе имеет даже свою личную католическую церковь. Это был венский долгострой, который реализовывался 13 лет и был сдан в эксплуатацию в 80-х годах. Изюминка 12-го района состояла еще в том, что здесь находился самый старый завод по производству австрийского шнапса. От этого завода, правда, сейчас осталось здание, которое уже было продано, и магазин, который находился рядом с заводом. Завод сейчас уже переехал в Нижнюю Австрию, а в магазине вы до сих пор можете купить себе бутылочку австрийского шнапса. Помимо прилегающего к району дворцового комплекса Шонбрун, в районе находятся еще три полноценных замка, которые, по сути, образуют треугольник, такие как Шлосс Альтмансдорф. Когда-то был даже госпиталь при Наполеоне в 1809 году и до недавних пор был отелем. Далее Шлосс Хеттендорф, архитекторами которого являются Фишер фон Эрлах и Лукас фон Хильдебран, принадлежали Лихтенштайном. Затем императрица Мария Терезия купила дворец для своей матери. Также в нем проживал и будущий император Йозеф II. В дальнейшем дворец служил императорским гостевым домом. В нем останавливался и венгерский граф Андраши, а также в нем жил и последний монарх Австрии, эрцгерцог Карл. Шпрингер Шлоссель. Первоначально это маленький дворец в середине 19 века, принадлежал Карлу фон Хюгель. Он работал главным садовником соседнего дворцового парка Шонбрун, поэтому здесь так красиво. Сейчас в этом здании с непростой историей находится отель для семинаров, а также политическая академия Австрийской народной партии. В январе 1913 года на Северном вокзале сошел человек с поезда. По документам его звали Ставрос Пападополус, и приехал он из Кратова. У него было смуглое лицо, большие крестьянского вида усы и дешевый деревянный чемодан. Автором этих строк был Троцкий, российский революционер, закончивший жизнь опальным диссидентом. А человека, которого он описывает на самом деле, звали Иосиф Виссарионович Джугашвили, друзья известного как Коба, а нашим современникам как Йозеф Сталин. В 1949 году по случаю 70-летия со дня рождения Сталина на доме, где он проживал, в 12-м районе Вени, Майдлин, была установлена мемориальная доска. Советские руководители, включая Хрущева и Шеварнадзе, неоднократно просили австрийское правительство снять эту доску, но им было отказано, так как в соответствии с законом об итогах Второй мировой войны, австрийцы эту доску снять не могут. Но могут повесить рядом другую табличку, что они с удовольствием и сделали. А второй таблички я расскажу у себя на страничке в Инстаграм. Майдлингерхаутстрасса – одна из самых длинных торговых улиц 12-го района, в котором находятся и рестораны, и разнообразные магазины, где люди могут погулять как по променаду. Привет, Евгений, взаимно. Мы сейчас находимся на одной из главных улиц 12-го района, она называется Майдлингерхаутстрасса. И на этой улице очень большое скопление магазинов, баров, ресторанов. Она является пятой по величине улицы, торговой улицей в Вене. И ее протяженность где-то примерно целый один километр, довольно-таки долго и много. Вообще, раньше эта улица и сам район входил в пригород Вены, то есть он не был городом. Этот город, пригород, назывался Унтермайдлинг, то есть Нижний Майдлинг. Раньше еще здесь проходили трамвайные пути, но в конце 20-го века, прошлого столетия, эту улицу решили наконец-таки сделать пешеходной. И теперь она такая вот многолюдная, и на ней очень приятно находиться. Вообще, эта улица потерпела очень много реконструкций. Самая последняя реконструкция была в 2018 году, и она была самой значительной, потому что здесь поменяли полностью покрытие, посадили деревья, поставили много скамеек, и здесь стало очень уютно находиться. Я еще хочу тебе классный дом показать в конце улицы. Пойдем? Пойдем. Вот мы, кстати, с тобой подошли к очень интересному дому. Он интересен тем, что, во-первых, он находится на главной площади этой торговой улицы, и раньше он был муниципально-социальным жильем в Вене, и там выдавали квартиры бесплатно малоимущим и молодым семьям. Сейчас фасад этого дома украшают различные герба бывших местных общин 12-го района, но потом 12-й район объединился и стал полноценным районом Вены, и теперь эти герба составляют главный герб 12-го района. Еще один, тоже очень запоминающийся мемориал, который я обнаружил в районе, это памятник принцессе Диане. С 2013 года Австрия стала первой немецкоязычной страной, почтившей таким образом память британской королевы Сердец. И нагулявшись по району, советую посетить интерактивный музей отопления с котельными системами и паровыми нагревателями. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, для тех, кто, конечно, остановится в 12-м районе Майлинг, найдет для себя очень много интересного, еще больше того, что не вместилось в видео. В этом же районе у нас родился наш действующий на данный момент канцлер Себастьян Курц. Родился он недалеко на соседней улице и мог одновременно, как посещать и бассейн Терезиенба, также ходить в школу и также ходить в парк при дворце Шонбрун, который здесь же рядом и находится. Я надеюсь, вам понравилось видео о 12-м районе Майлинг. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, писать свои комментарии под этим видео. И заходите ко мне в Инстаграм. И до новых встреч в новом районе. Пока! Главный зерк 12-го района. Еще раз? Нет, прекрасно. Привет, Евгений. Взаимно. Мы сейчас находимся в очень... Подожди, давай. Когда ты скажешь взаимно, вот этот смех немножко надувал. Знаете, как бы ты не убрел, а там... Ахаха, как классно! Как весело! У него было смуглое лицо, большие крестьянского вида усы и дешевый чемодан. Теревянный. У него было смуглое лицо, большие крестьянского вида усы и дешевый деревянный чемодан. Пиздец, наконец. Ты рано, пиздец. У него было... У него... У него было смуглое лицо... Че ты ршешь?